В прямом эфире РБК Уфа мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости на сегодня. Уфимские туристы, задержавшиеся на острове Хайнани за проблем туроператора «Жемчужная река», должны уже завтра вернуться в столицу Башкортостана. По имеющейся информации нашего телеканала, это 364 человека. Однако, по словам независимых экспертов, ситуация с задержкой снова может повториться. Обратный рейс уже должен был вернуться сегодня утром, однако вылет перенесли. Вынуждены продолжать свой отдых жителей Башкортостана от 3 до 5 дней. По информации регионального Госкомтранса, все туристы размещены в гостиницах. А вот отказаться от отдыха в Китае, правда, опять же вынуждено, пришлось и 300 людям, планирующим вылететь сегодня из Уфы. На вылет рейс отменен. Причина отмены по решению руководства авиакомпании. Сегодня в 12.20 туристы должны были отправиться на Хайнань. На данный момент они все оповещены. И рейс на прилет с туристами, которые сейчас находятся на Хайнане, должен был прилететь сегодня в 7 утра, но прилетит он завтра, 12 декабря. Планируемое время прибытия в аэропорт Уфа в 16.00 местного времени. Напомню, всего более полутора тысяч россиян стали заложниками отдыха в Китае. Виной всему конфликта авиаперевозчика Ир Айра и туроператора «Жемчужная река» из-за долга последнего в 2 миллиона 300 тысяч долларов. Ир Айра несколько дней назад приостановила полеты. Сегодня в руководстве компании заявили, что вывезут из Поднебесной туристов за свой счет. И подробнее о ситуации с «Жемчужной рекой» читайте на нашем портале ufa.rbc.ru. Сейчас к другим темам. В Уфе водителей пассажирских автобусов проверили на знание правил дорожного движения. Тестирование прошло в рамках общероссийского проекта «Безопасные дороги». Участие в нем приняли 40 человек, профессиональные водители и студенты. «Наша задача не лишить кого-то прав, а побудить водителей и их работодателей время от времени повторять правила дорожного движения», — отметил региональный координатор проекта депутат Госдумы Зариф Байгускаров. «В течение времени все-таки забываются, какие-то знаки забываются. Я думаю, что они хотя бы даже не смогут сдать, подумать, скажут, что я же, оказывается, плохо знаю, надо еще подучить, следовать и будет изучать. Потому что, к сожалению, большое количество ДТП совершать именно за незнание правил дорожного движения». Испытуемым предстояло ответить за 20 минут на 20 вопросов. Без единой ошибки с заданием справились 14 из 25 профессиональных водителей. Среди студентов такого результата не показал никто. По словам Зарифа Байгускарова, также организаторы проекта «Безопасные дороги» на средства спонсоров создают учебные классы для детей. В этом году автомобильные городки, открытые в Салавате и Кумертау в 2019 году в планах Сибай, Мелюз и Кугарчинский район. В Башкортостане управляющие компании задолжали ресурсоснабжающим организациям более 3,5 миллиардов рублей. Это только за поставку тепловой энергии и горячей воды. За 9 месяцев долг вырос на 400 миллионов. Причины возникновения задолженности в сфере ЖКХ и меры по сокращению долго обсуждали на совещании под председательством временно исполняющего обязанности главы республики. Здесь много причин. Ряд из них это нынешняя система оплаты услуг ресурсных организаций. Граждане платят управляющим компаниям, а те чаще всего эти деньги зажимают, предпочитая копить долги перед поставщиками. Ну а потом вы знаете, что происходит. Либо банкротится, либо все это вот просто уходит. Часто недобросовестно себя ведут и ресурсоснабжающие организации. Необоснованно требуют плату за неоказанные или, что очень часто, некачественные услуги. В числе причин Радий Хабиров назвал также отсутствие индивидуальных приборов учета. В этом случае управляющие организации вынуждены брать на себя переплату разницы, поскольку суммы по общедомовым приборам превышают начисленные жителям домов. По словам прокурора республики, нередко управляющие компании не рассчитываются с ресурсоснабжающими предприятиями, прикрываясь неплатежами потребителей. В текущем году органами прокуратуры республики в указанной сфере в адрес коммунальных организаций внесено 249 представлений, по результатам рассмотрения которых дисциплинарной ответственности привлечено 199 должностных лиц управляющих компаний. 11 руководителей привлечены к административной ответственности и в следственные органы отправлено два материала. По одному из них уже возбуждено уголовное дело. Всего же с начала года в республике возбудили 30 уголовных дел за финансовые нарушения в сфере ЖКХ на общую сумму 18 миллионов рублей. По словам Андрея Назарова, управляющие организации не признают заявленную сетевиками сумму задолженности на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. И поскольку прокуратура и республиканские ведомства не могут взыскать их принудительно, поставщикам ресурсов необходимо активнее использовать судебную защиту, отметил глава надзорного ведомства. Жители Кувейта хотят видеть в магазинах товары башкирского производства. Об этом нашему телеканалу рассказали представители бизнеса ближневосточного государства. На сегодняшний день торговые связи между Башкортостаном и Кувейтом имеют нестабильный характер. Внешний торговый оборот за 2017 и 10 месяцев этого года практически отсутствовал. Позитивная динамика в экспорте наблюдалась лишь в 2015 и 2016 годах. В эти периоды наша республика поставила в Кувейт партию меда и продукты органической химии. По состоянию на январь 2018 года на территории Башкортостана не зарегистрированы предприятия, созданные при участии капитала из Кувейта. Это связано с тем, что на рынке стран Персидского залива действуют торговые барьеры и ограничения в отношении товаров российского экспорта. Экспорт – очень важная тема. Россия – одна из самых больших стран мира. Здесь, в Башкортостане, производится много хороших товаров, например, сельского хозяйства. Хочется, чтобы это все экспортировалось и в ближневосточные страны. Мы не видим российские продукты. Нужно выяснить, что мешает этому и избавиться от барьеров. Приоритетными направлениями инвестиционного взаимодействия эксперты называют нефтехимию, нефтедобычу, проектирование и строительство, производство продуктов питания. Башкортостан готов поставлять в Кувейт сельскохозяйственную халяльную продукцию, а также зерно, овощи и минеральную воду. Напомню, в сентябре этого года делегация Башкортостана представила в Кувейте экономический и инвестиционный потенциал республики. О новостях у меня все, но не переключайтесь. Далее программа «Взгляд». Обсуждаем инфляцию в регионе.